В марте прошлого года европейское государство Грузия вступило в новую эпоху своей великой истории. Между Тбилиси и странами Шенгенской зоны образовался самый настоящий безвиз. Любой гражданин Грузии, которого засосало безвизом, имеет право резвиться в Евросоюзе и тратить там грузинские деньги аж 90 дней в году. И к февралю нынешнего года этой возможностью воспользовались 170 тысяч граждан. Казалось, всё идёт отлично, и Тбилиси уже через пару-тройку лет будет готов заменить собой Брюссель. Но тут опять вмешались немцы. Точнее, власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. С Северного Рейна поступила официальная просьба на имя министра внутренних дел Германии безвизовый режим с Грузией отменить. В чём же дело? Как же так? Откуда такая неприязнь к выходцам из страны, уверенно сделавшей европейский выбор? Выяснилось, что грузины, оказавшись в Вестфалии, обожают загружать работой местное миграционное ведомство. А именно, толпами подают ходатайство о предоставлении политического убежища. Причём, за время действия безвиза количество подобных заявлений от грузинских граждан увеличилось по сравнению с 2016 годом аж на 400%. По всей Германии ситуация примерно такая же. Доля заявителей, получающих на подобное обращение положительный ответ, составляет около 1%. Гораздо хуже другое. Пока германские чиновники решают судьбу грузинского просителя, выдворить его из Германии нельзя. Тем временем, проситель ходит по Вестфалии или Баварии, внимательно поглядывая по сторонам. Люди из Грузии приезжают сюда, подают заявление с просьбой об убежище и используют время в ожидании ответа, во-первых, для того, чтобы получать причитающиеся соискателям убежища пособия, а во-вторых, для взломов квартир, сообщил корреспонденту издания Deutsche Welle, бывший министр внутренних дел Германии Томас де Мезья. Первую грузинскую банду домушников накрыли практически сразу после того, как только заработал безвиз, 4 апреля прошлого года. Трое вскрывали частный домик, ещё один сторожил уворованное. Общежитие для беженцев, где квартируют люди из окрестностей Тбилиси, приобрели дурную славу. Оставлять рядом с ними без присмотра велосипед или уходить из дома, не заперев как следует дверь, не рекомендуется. Да и за товарами в магазинах нужен особый контроль. Как всё это ухитрился подстроить коварный Путин, немцы пока не объясняют.